Всем привет, меня зовут Дмитрий Никифоров. Кому это интересно? Кто ты? Здесь мы изучаем книгу Мормона. Сегодня у нас Алма, 59 глава. И ныне было в 30-м году правление судей над народом Нефеевым. После того, как Морони получил и прочитал послание Геломана, он был чрезвычайно рад его благополучию. Да тому огромному успеху, которого Геломан добился в опретении земель, прежде потерянных. Да, и он возвестил об этом всему своему народу, по всей земле вокруг, в той части, где он находился, чтобы они тоже возрадовались. И было так, что он тотчас отправил послание по Харану, желая, чтобы тот повелел собрать людей для подкрепления Геломана или войска Геломана, так, чтобы ему было легко отстаивать ту часть земли, которую он успешно отвоевал таким чудесным образом. И было так, что когда Морони отправил это послание в землю Зарагемля, он снова начал составлять план, чтобы обрести остальные из тех владений и городов, которые отняли у них ломанийцы. И было, что в то время, как Морони таким образом делал приготовление, чтобы идти сражаться против ломанийцев, вот народ Нефайгаха, собранный из города Морони и города Легий и города Мариантон, был атакован ломанийцами. Да, и даже те, кого принудили бежать из земли Манти и близлежащих земель, пришли и присоединились к ломанийцам в этой части земли. И потому, будучи чрезвычайно многочисленны, да и получая изо дня в день подкрепление по приказанию Амарона, они выступили против народа Нефайгаха и начали убивать их в чрезвычайно жестокой бойне. Их войска были настолько многочисленны, что оставшиеся из народа Нефайгаха были вынуждены бежать от них, и они пришли и присоединились к войску Морони. И ныне, поскольку Морони полагал, что в город Нефайгах должны были быть посланы люди в помощь жителям, чтобы отстоять тот город, и зная, что легче сохранить город от попадания в руки ломанийцев, чем отвоевать его у них, он полагал, что они легко отстоят город. А потому он сохранял всю свою силу, чтобы защищать те места, которые отвоевал. И ныне, когда Морони увидел, что город Нефайгах потерян, он очень опечалился и начал сомневаться, не попадут ли и они в руки своих братьев из-за нечестия народа. И ныне то же самое было и со всеми его главными военачальниками. Они тоже сомневались и удивлялись нечестью народа, и это из-за успеха ломанийцев над ними. И было так, что Морони разгневался на правительство из-за их безразличия в отношении свободы своей страны. Ох уж эти козни, ох уж эти козни внутри страны, ох уж эта политика. Как вот все актуально, конечно, для наших дней. И в какой бы стране мы ни жили, всегда есть что-то, что тормозит наше развитие. И всегда есть что-то, что нас отстраняет от Бога. Мне кажется, что если представить, что государство — это мы, и то, как мы живем, соблюдаем ли мы заповеди, на что мы фокусируемся. Если, допустим, у нас есть какие-то искушения, которые уводят нас от Бога, и мы не фокусируемся на этом. Как вот говорил Алма своему сыну Кориантону, он говорил, что пускай вот эти доктринальные вещи тебя не беспокоят, фокусируйся на своих грехах, пускай вот они тебя беспокоят. Потому что как только ты не фокусируешься на грехах, а фокусируешься на доктрине, доктрина не имеет никакого значения. Она не помогает тебе. Потому что вся доктрина, которая есть, она должна направлять наши мысли на наши слабые места, которые мы должны укреплять. Она должна направлять наши мысли на грехи, которые мы совершаем, чтобы мы могли исправить свой путь, чтобы мы могли покаяться. И здесь такая модель того, что как бы ты там не пытался на передовой что-то делать, если внутри у тебя есть какая-то болезнь, да, слабость, которая тебя весь организм убивает, то какой смысл? Какой смысл ногти стричь, которые длинные, да, когда у тебя, не знаю, рак легких? Тебе надо совсем другими вещами заниматься, да? Фокусироваться не на своих ногтях, да? Идти к врачу, лечить рак. Поэтому очень хороший пример того, как вот можно применять священное писание к нам. Конечно, здесь и буквально можно применять вот то, что здесь происходит, накладывать на то, что происходит в нашей жизни. И мне кажется, тут очевидно, да, пытаться замечать параллели с тем, что творится в мире. И они, ну, тут реально есть ответы на многие вопросы. Во-первых, удивительно, что тысячи лет прошло, и люди остались такими же, да? Да, у нас технологий сейчас много. Вот микрофоны, тут свет, там, машины, самолеты. Но суть людей, она та же. Да, мы все, мы все те же самые люди. Мы стремимся к одному и тому же. И удивительно, что все написания, написанные тысячи лет назад, они актуальны сегодня для нас. Эти принципы, они уникальны, они применимы очень даже. Накладываются на нашу жизнь очень легко. Вот такие мысли сегодня. Спасибо, что присоединились к моему изучению. И увидимся завтра. Пока-пока.